Привет, друзья! С вами Илья Радзевич и передача «Тайны жизни». Сегодня в гостях передачи Мария Голубева, которая является организатором тренингового центра Павла Ракова, ведет в Санкт-Петербурге энергетические практики, а также просто красивая, счастливая женщина. Верно я все сказала? Да, добрый день! Да. Сегодня я хочу поговорить с тобой о энергетических практиках, собственно говоря. Что такое энергетические практики? Потому что в моем понимании это, знаешь, цигун, тайцзи, вот эти все восточные темы. Это с этим связано? Ты знаешь, да, они, я бы сказала так, это определенный микс, определенный микс, который создал Павел Раков. Это его авторская методика. Как раз энергетические практики, они переплетают в себе и восточные практики, которые проверены тысячелетиями, и западные практики, которые более современные, да, то есть это определенный микс. И энергетические практики – это статические динамические упражнения, направленные на снятие напряжения в определенном участке тела, который наиболее напряжен посредством расслабления. Если говорить просто, это похоже на и лечебную физкультуру, и похоже на дыхательные какие-то практики. Все это в совокупе получается. Ты говорила, что они именно парные, да, у тебя? У нас есть упражнения, которые проводим мы и в паре, и которые проводятся индивидуально, по одному. А какая цель вообще этих упражнений? Ты знаешь, цель этих упражнений, она связана и со здоровьем, и с внешним видом, и с психологическим настроем. Если говорить о здоровье, то очень часто, да, в нашем современном мире мы встречаем негативные эмоции, стресс, иначе говоря. А негативные эмоции формируют в теле определенный энергетический сгусток, энергетический застой в том или ином органе, что в свою очередь ведет к определенным болезням, и человек начинает идти к врачу. Врач, соответственно, прописывает лекарства и начинает лечить второстепенные симптомы. Хотя мы все понимаем, что все зависит от психосоматики. То есть следствие, да, не причину? Да, да, не причину. А энергетические практики как раз воздействуют на биохимические процессы в организме, которые происходят. Очень часто можно заметить, что у пассивного грустного человека с потухшим взглядом наблюдаются определенные болезни, простуды, депрессии, иначе говоря. И у него кислый вид, нарушен кислотно-щелочной баланс в прямом смысле, да, это видно прямо по внешнему виду человека. На энергетических практиках, посредством физического упражнения получается так, что начинает кровь буквально закипать. Да, очень часто выражение такое. Человек сходит в состояние куража. Помните, раньше... Катарсис? Ну, может быть, в каком-то смысле. Помните, раньше древние рыцари перед состязанием их растягивали на определенной планке, за руки и за ноги, какое-то время долго держали, пока у них не начинала закипать кровь. И то же самое здесь, в физическом упражнении, посредством статического напряжения, в какой-то момент человек уже переходит в состояние куража, начинает закипать кровь. Что значит закипать кровь? Известно, что в крови растворено огромное количество газов. И когда посредством физического упражнения напряжение начинается, начинается биохимический процесс, эти газы расширяются. И по сосудистому руслу уже идет не 3-4 литра традиционно, а уже увеличивается объем крови до 10-20 литров. И, соответственно, кислород начинает поступать во все те внутренние органы, где есть застой, где не двигаются суставы, где человек не занимается физкультурой, соответственно, там какое-то напряжение есть. Кислород начинает поступать, и кровь буквально быстрее начинает бежать. Это видно по румянцу сразу после первого упражнения, это видно по внутреннему состоянию, блеску в глазах, расслабленности и состоянию такого счастья. Что касается психологического аспекта энергетических практик, психологический аспект, очень часто вы можете встретить на наших занятиях успешных людей, успешных мужчин, успешных женщин, которые очень высоко ценят этот инструмент как энергия. Сейчас в современном мире постоянно нехватка энергии, постоянно кто-то засыпает, осенняя депрессия, усталость и прочие вот такие моменты. И такой ресурс, как энергия, очень важен для достижения цели. То есть люди приходят за энергией, да, за ресурсом? Люди приходят за энергией и за ресурсом. И на энергетических практиках происходит так, что человек как бы высвобождает этот энергетический ресурс посредством расслабления и снятия напряжения в теле. Открывает свои возможности, которые до этого были ограничены. Работаем мы непосредственно с силой духа, с силой воли, с моментами доверия к партнеру, как и в семье, так и на работе, в бизнесе. Умение видеть, предвидеть немножечко ситуацию, такую, знаете, интуицию, да, развиваем. В каких-либо ситуациях человек уже внутренним ощущением чувствует, уже как-то предрекает ситуацию взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И очень интересно на энергетических практиках можно проследить прямо вот стопроцентную связь того, как человек себя ведет в жизни. То, как делает он упражнение. К примеру, есть какое-то статическое упражнение, человек не выдерживает и быстро сдается. И можно представить, что это такая небольшая стрессовая или большая стрессовая ситуация в жизни. К примеру, человек с ней сталкивается, и первая его реакция, первое, это он терпит. Первое терпение, оно проходит всегда через три стадии. Первое, это терпение. Второе, это страх. И третье, избегание. То есть страх, контролирующее сознание не понимает, что происходит. Не понимает, что происходит. Какое-то неудобное физическое упражнение, какая-то, допустим, поза, она явно неудобна, она уже даже болезненна. И вообще человек начинает думать, что я здесь делаю, зачем я сюда пришел. И уже после он хочет опустить руки. Точно так же и в жизни, да, в стрессовой ситуации человек сталкивается с ней. Он, видно по упражнению, да, видно по человеку упражнению, человек замирает, он перестает дышать, он напрягается, у него мрачнеет лицо, уже сгущаются брови. Точно так же и в стрессовой ситуации. Он не живет, человек, он напрягается, получает дополнительный стресс, получает переживание, бессонницу и хочет избежать этой ситуации. Это же инстинктивно все происходит. Инстинктивно. Но в жизни не всегда так получается, что мы можем избежать ситуации. Наша задача уметь справляться с ней таким образом, чтобы извлекать еще энергию, и энергию не простую, да, а энергию такую радостную, радость и удовольствие. Иначе говоря, упражнения на наших практиках, мы формируем навык идти в упражнение и получать через преодоление с помощью своей силы воли, преодоление вот этой зоны, так сказать, мнимого комфорта, расширения, мы начинаем получать удовольствие и радость, да, то есть как это происходит? Если человек не пускает руки, да, а, например, например, в упражнении начинает осознанно дышать, начинает улыбаться, то через некоторое время его контролирующее сознание начинает успокаиваться, и человек вроде как дает сам себе сигнал, что все в порядке. Иначе говоря, он перетрансформирует себя, перенастраивает с негатива, да, когда он напрягался и думал, скорее бы это все прошло, не дышал. Он начинает дышать полной грудью, улыбаться, у него поднимается настроение, и вроде как он уже понимает, что все нормально, я жив и здоров, да, и продолжает делать упражнения. Сменяется отношение, да. Он свою эмоцию делает адекватной, он может с помощью силы воли уже управлять своими эмоциями. А как происходит перенос, вот то, что человек наработал в практике, в реальной жизни, он совсем понимает? Как это происходит? Во время упражнения формируются нейронные связи, новые, то есть человек поступает непривычно, он выходит из привычной зоны комфорта, в зону дискомфорта. И со временем начинает сформироваться новый навык реакции на какую-либо ситуацию. То есть, допустим, какой-то стресс, какой-то неприятное действие от другого человека, высказывание. Очень часто Павел Раков, который является автором методики энергетических практик, на своей авторской встрече под названием «Успех», рассказывает о том, как преобразовать негативные эмоции, брошенные в ваш вызов, в энергию, которые можно, в свою очередь, отправить в вашу цель, в реализацию, в вашу, грубо говоря, машину, в ваш дом мечты, и как это все можно быстрее реализовать. Чем больше энергии, тем быстрее, соответственно, притягивается ваша мечта, реализация, материализация. Смотрим, мне вот видится как принцип, что в человеке есть некие напряжения, и с помощью практики мы можем из этих напряжений, скажем так, вытаскивать ту самую энергию, которую вы туда запечатали сами, да? Да, она запечатана, она получается в застойном виде, прямо в таком сгустке, как в панцире. Получается, мы этот панцирь сбрасываем, энергия высвобождается, выходит, человек радуется, биохимические процессы запускаются, кровь кипит. Эту энергию можно направить на реализацию своих целей. Да, на реализацию своих целей. И вот как раз навык очень важный, за которым приходят люди, это формирование новой реакции на какую-либо ситуацию. Что касается взаимоотношений, есть упражнения, как раз направленные для пар, для мужчины и для женщины. Они направлены, они вроде как упражнения со стороны обычные, без какого-либо подвоха. Но как только пара начинает делать это упражнение, они это видят сами, это вижу я как инструктор и как ведущая, и вижу я перекос, да? И они сами понимают, упражнение не идет. В чем причина начинает? Они спрашивают меня, в чем причина того, что не получается. Так это все интересно происходит. Я говорю, у вас, наверное, в жизни происходит вот так, вот так и вот так. Вы вот так взаимодействуете. Они говорят, да, мы именно так и взаимодействуем. Я говорю, видите, вы на физике сейчас это показали, неэффективность того, как вы, да, у нас ничего в итоге не получается, но мы не договариваемся. Я говорю, смотрите, если вы сейчас делаете так, да, на физическом смысле, да, вот в упражнении, посмотрите потом на свою реакцию в жизни, да, как это происходит, как вы это будете уже по-другому реагировать. На самом деле можно рассказывать очень долго, да, на пальце, но это, наверное, как фильм «Аватар». Его невозможно пересказать, это надо одеть очки в 3D и пойти в кинотеатр, чтобы вот этот был звук, да, это можно ощутить действительно. То же самое с энергетическими практиками, все-таки я думаю, что нужно увидеть, нужно увидеть и прочувствовать это на себе. Смотри, я ты сказала о протяжении желаемого, можешь пояснить? Да, я могу пояснить, наверное, на каком-то примере лучше всего, да. То есть это какое-то мистическое притяжение, как в фильме «Секрет», да, как показывает трансферфинг, что ты вот свизуализировал какой-то образ, его как бы зарядил, и он начинает притягиваться. Да, конечно, здесь все правильно ты говоришь, здесь идет речь и о фокусе внимания, и о фокусе внимания, и концентрации на цели. Я сейчас объясню таким самым простым примером. Есть мужчина, да, есть мужчина, у него есть потенциал, потенциал. Рядом с ним женщина. Как известно уже давно, что мужчина наполняется через женщину. Энергия, я имею в виду, наполняется, да, женщина ему дает силы, вдохновение, дует в крылья, наполняет его энергией. И если, к примеру, это очень такой мужчина с большим потенциалом, у него большой потенциал, и вот этот потенциал можно сравнить со стаканом, с обычным стеклянным стаканом. К примеру, он получает наполнение через женщину, а этой женщине мало энергии, мало энергии. Стакан не наполнить, то есть потенциал мужчине не реализовать. И если у женщины большое количество энергии, она его наполняет, он идет в мир, в социум, начинает творить, действовать. У него много энергии, она его наполнила, да, вот чем это, для чего это очень важно. Это вот что касается женщин, для чего это важно. Если говорить о мужчине, то на энергетических практиках формируется очень сильно сила духа, все вот эти денежные финансовые аспекты, для которых важна харизма, коммуникативность, вот это все формируется на энергетических практиках, как раз на этих занятиях. Есть еще у Павла Ракова летний лагерь, который ведет, он сам, я веду энергетические практики каждую неделю в Санкт-Петербурге, а летний лагерь он проходит в Подмосковье, в Москве. И там буквально 5-7 дней прямо приезжаешь туда и поглощаешься непосредственно в энергетические практики. Знаешь, вот ты рассказала такую интересную вещь, да, что человек приходит на практику, получает, скажем, новую стратегию поведения в обычной своей жизни, которую может применить, да. По-моему, это классно, это расширение действительно возможностей, ресурсов, да. А вот с женщиной, да, это хорошо, да, когда у тебя есть женщина, да, но есть люди, которые вот просто как-то не могут себе найти пару, да. И когда им говорят, что вот найди себе, допустим, женщину, которая тебя реализует, это получается некая зависимость, ты ставишь себя в зависимости от женщины, которой даже нет. Это я говорю, да, именно, я говорю именно о парах, да, когда есть сформированная пара. Что касается пока людей, которые не в паре, они сейчас одиноки, пока что свободны, так сказать, то, во-первых, всегда нужно начинать с самого себя. То есть нужно быть тем человеком, которого ты сам хочешь любиться и кого ты хочешь сам встретить. Это уже давно известный факт. И как раз вот эта работа над собой на занятиях, это вот и формирует вот то счастливое состояние, здоровое, психологически, физически, успешное, радостное, развивающее, оно как раз и формируется. И потом уже так получается всегда по жизни, вот как раз по фокусу внимания, по трансферингу реальности начинают вот эти люди, они как будто тебя начинают окружать. Такие же счастливые, здоровые, радостные, они как будто вот прям притягиваются каким-то магнитом. Так есть, вот начни с себя, да, вот эта отправная точка, ответственность за свою жизнь, активная жизненная позиция, что ты это все реализуешь. Ты отвечаешь за эти эмоции, которые ты испытываешь. Негативные они будут или позитивные, это только твое право, только твой выбор. То есть это ответственность на себя. Ответственность обязательно на себя взять. На энергетических я практиках очень часто говорю, что будьте здесь и сейчас, дышите осознанно, проходите вот в эту ситуацию. Она кажется вам сейчас неудобной, но выйдите вот за вот эту вот зону, за усилием воли. Вы можете, вы можете выйти немножечко, переждать и посмотрите, что дальше будет. Что дальше будет. Начните улыбаться, начните благодарить. Вот в этой такой ситуации, да, непростой. Это хороший навык, правда ведь? Бывает, да. Человек должен дозреть как-то, чтобы прийти и начать расширять свою зону комфорта, потому что, ну, есть же такой принцип, да, что яйцо, если его разбить снаружи, то оно ничего не будет. А если с внутри, то... Да, и ты знаешь, да, и ты знаешь, и приходят действительно люди разные, приходят люди, которые те, кто не подготовлен, кто не подготовлен. И вот по наблюдениям моим, по наблюдениям очень тяжело, потому что это контролирующее сознание, неумение отключиться и расслабиться, оно очень сильно влияет. Человек действительно, он испытывает вот неудобство, дискомфорт. Он не понимает, что из этого можно получить удовольствие. Ну, ведь мы иногда не выбираем ситуацию в жизни, правда? Ну, вот не выбираем. Бывает так тяжело, что, ну, вот хоть ты опусти руки, хоть убеги. И это вот не занятия, с которых можно встать и уйти, а приходится переживать, приходится преодолевать и что-то решать, и что-то делать самим собой, и с ситуацией. Вот, поэтому те, кто напрягаются, видно по лицу сразу же людей, сразу не могут они, не могут с первого раза, со второго бывает, с третьего раза справиться с ситуацией. Потом у них получается, не так эффективно проходят упражнения поначалу у них, а вот зато, когда они смогут преодолеть себя, расслабиться, улыбнуться, начать дышать. Когда дышишь, когда улыбаешься, расслабляются мышцы, и получается совершенно другой эффект от этого упражнения. Сонастройки с самим собой, да? С какой-то тонкой такой настройкой. Да, сонастройки. Сонастройки из договоренности, с ответственностью вот сейчас и здесь, с самим собой, что я попробую, я попробую преодолеть вот этот дискомфорт и по-другому начну реагировать на это упражнение, я по-другому начну себя вести. Я начну улыбаться, мне тяжело, я 300 раз пожалел вообще, что я делаю это упражнение, уже хотела 10 раз опустить руки, но я смог, я смог выстоять, я смог начать улыбаться, я смог выстоять.